До недавнего времени езда по заснеженным горным склонам и по гололедице в городе была не самой сильной стороной компактных автомобилей от Mercedes. Однако теперь все изменилось. Автогигант из Штутгарда выпустил небольшой кроссовер GLA и разработал полноприводную версию, после чего инженеры стали оснащать полноприводные системы 4MATIC и модели A и B классов, а также купообразные седаны CLA. Да, именно для сегмента компактных автомобилей мы разработали систему полнопривода, предусматривающую распределение крутящего момента автоматически между передней и задней осей. Мы используем электрогидравлическую муфту, которая регулируется специальной системой управления. Когда эта система обнаруживает пробуксовывание, малейшую разницу в скоростях вращения передней и задней осей, момент подается на заднюю осень. Мы решили протестировать новую полноприводную систему. Этим займется инструктор по вождению Виолетта Вайков на специально оборудованной площадке. Посмотрим, как на практике умная система помогает водителю. Снежные заносы автомобиль А-класса проходит без каких-либо проблем. Здесь мы имеем дело со сплошным снежным покровом. Вообще это очень сложная трасса, глубокие колеи, много снега. На обычном автомобиле с передним или задним приводом было бы трудно не только набрать скорость, но даже нормально тронуться с места. Я сижу в автомобиле А-класса, у которого обычно передний привод. В этой же полноприводной версии раздача идет на все четыре колеса. Я попробую резко рвануть прямо с места. И действительно, сразу же чувствуется, что задние колеса приходят в движение. Это система Фоматик, полный привод. Сейчас у меня включена электронная система динамической стабилизации, ЕСП. А теперь мы посмотрим, как поведет себя автомобиль, если ее выключить. Ведь в сложных условиях ЕСП может даже мешать. Например, как сейчас, в глубоком снегу. Так я отключаю систему стабилизации, жму сильнее на газ. При этом не стоит забывать поворачивать руль в сторону, противоположную за носу. Так контролировать автомобиль намного проще. Как вы видите, если я сильнее нажимаю на газ, я должна поворачивать руль в другую сторону. Автомобиль отлично слушается даже при вхождении в повороты. Взглянем еще раз, как ведет себя А-класс с активированной системой ЕСП. Это левая картинка. И с выключенной картинкой справа. В любом случае, мы рекомендуем вам отключать систему стабилизации как можно реже. Оснащаются компактные автомобили с полным приводом семиступенчатыми коробками передач с двойным сцеплением. Для мест, куда, например, можно приехать покататься на лыжах, это оптимальный вариант, так как попасть туда можно сравнительно быстро. И все же это компактный автомобиль. Если сравнивать его с более тяжелыми моделями, которые благодаря массе лучше проходят повороты от езды за рулем компактного автомобиля, я получаю куда больше удовольствия. Тест мы проходим на Мерседесе А250 FOMATIC. Мощность двигателя 211 лошадиных сил. В Германии этот автомобиль стоит в среднем чуть более 36 тысяч евро. Он примерно на 2200 евро дороже, чем его переднеприводный собрат. В городских условиях водитель практически не заметит разницы между передним и полным приводом. На сухой дороге он точно ничего не почувствует. К тому же полноприводная версия не намного тяжелее обычный. Когда полный привод не нужен, система почти всегда отключена. Так что увеличение потребления топлива практически незаметно. Судя по данным производителей, полный привод потребляет лишь на пол-литра больше, чем обычный. Если вы живете в равнинной местности, стоит задуматься, а нужна ли вообще такая машина. А вот в горах этот автомобиль, конечно же, пригодится. Продолжение следует...